Всем привет! С вами Кекс и сегодня я пеку пасхальные куличи. Это у меня будет творожный кулич. Там небольшое количество творога, но благодаря нему она получается очень нежная, легкая, воздушная. Посмотрите, какая она красивая внутри. Внутри она свяленая вишней и изюмом. Очень много, не знаю, как правильно сказать, начинки, сухофруктов получается в этом куличе. Но очень вкусная, она просто замечательная. Обязательно попробуйте. Хотя бы небольшую порцию, такую сделайте, как я. Для начала я взяла вишню вяленую и изюм и залила на ночь коньяком. Хотите, можете сделать так же. Вообще пишут, нужно добавить туда 60 мл коньяка. Я добавила чуть меньше все же. Можете запарить апельсиновым соком, можете просто кипятка чуть-чуть добавить. Или залейте на ночь коньяком. Коньяк у меня весь впитался, поэтому никакой жидкости у меня там уже не будет на утро. Теперь я сейчас активирую свои дрожжи. Дрожжи я взяла мокрые, такие прессованные, живые дрожжи. Кто использует сухие, им, наверное, придется чуть-чуть побольше постоять. Но я сейчас отвешиваю сразу 25 г дрожжей и молочко у меня здесь. Молочко я сейчас подогрею в микроволновке буквально там на 10 секунд, чтобы оно стало слегка теплым. И мои дрожжи очень быстро начали действовать. Также добавлю сюда в молочко чайную ложечку сахара, для того, чтобы моим дрожжам было, так сказать, чем питаться. И они благодаря этому начали работать. Сахар растворился после микроволновки, нагретья молока. Вот такие вот у меня дрожжи прессованные. Буду использовать 25 г. Обязательно дрожжи должны быть хорошего качества, свежие, хорошо крошиться в руках. Это один из признаков того, что дрожжи у вас свежие. Если они будут как бы мазаться по рукам, это уже не очень хорошие дрожжи. Сухими дрожжами на пасху я никогда не пользуюсь. То есть кулич может и можно печь на сухих дрожжах, но мне все же лучше делать это на живых. Они всегда лучше работают, всегда хорошо с ними. Но я не советую экспериментировать и делать на сухих дрожжах. Но если кто любит, то пожалуйста. Сейчас я сразу просею, для того, чтобы не заморачиваться, пока начинают мои дрожжи работать. Две чашки муки. Чашки у меня по 250 г. И возможно мне сюда понадобится еще может грамм 20 муки на подмес. Но это я посмотрю, какая у меня консистенция будет теста. Вы тоже смотрите, тесто должно быть очень легким. Ну вы собственно увидите. Также я взяла сюда 200 г творога. Можно 200-250. Просто у меня пачечка была 200. И этого с головой достаточно. Творог нужно пропустить сквозь сито. Он так проходит красивенько и становится такой однородный. У меня в принципе этот творог был и так больше похож на творожную массу. Так что его можно было не просеять, но все же. Сразу теперь можно будет смешать все остальные ингредиенты. Этот кулич очень прост тем, что мы практически все смешиваем. И все, у нас все готово. Никаких особых проблем не нужно. У меня указано 2 яйца и 1 желток. Но для того, чтобы у меня был более желтый кулич, да и просто у меня от предыдущего крема остались желтки, я решила использовать 3 желтка и 1 яйцо. То есть, ну, в принципе, одно к одному у меня и равняется. Вы хотите, можете использовать так по рецепту. Хотите, можете вообще делать на желтках. Я знаю, многие делают просто на желтках. Добавляем сахар и вставляем перемешиваться. Я буду это делать в кухонной машине. Можно сделать это ложкой, лопаткой, не важно абсолютно, как вы это сделаете. Руками это абсолютно не имеет никакого значения. Тем временем, посмотрите, что у меня уже произошло с дрожжами. Они уже начали вылазить у меня с моего стакана, поэтому лучше возьмите чашечку побольше. Тут сразу видно, что дрожжи хорошего качества. Это произошло буквально вот менее, чем за 5 минут, пока я все это делала. И сразу сюда, в эту смесь, добавляю я свои уже разгулявшиеся дрожжи. И ставлю перемешиваться на более быструю скорость. И начинаю потихоньку добавлять муку. Буквально по пол порции добавляю, по третьей порции. Не всю сразу бухаю, но по чуть-чуть добавляю. Масса должна стать однородная, легкая. Она не должна стать у вас твердой, забитой. Добавлю также сюда еще щепотку соли. Это придаст более объема такого вкусу. Нашим куличам. Посмотрите, вот тесто получилось очень мягкое такое. И сюда я добавляю одну столовую ложку подсолнечного масла. Благодаря этому наше тесто не будет липнуть к рукам и будет более эластичным. Именно соединение подсолнечного и сливочного масла дадут ту именно текстуру, которая нам нужна. Я не ввела еще всю муку. Остальную муку я высыплю на стол, для того, чтобы я могла домесить ее уже в тесте. Всегда домешиваю тесто в конце руками. Выкладываю все свое тесто на стол. Теперь я буду оставлять свое тесто подходить в этой же посуде, поэтому я ее смажу слегка подсолнечным маслом, для того, чтобы потом наше тесто отлично отходило. И сразу беру за тесто. Смотрю, что мне нужно еще сверху чуть-чуть присыпать. Буквально это было 10 грамм, там я присыпала. И замешиваю свое тесто. Заметьте, сейчас я еще не добавляю никаких сухофруктов сюда. Первый раз у меня тесто будет подходить без них. Некоторые дают тесту подходить дважды, несколько раз его обминая. Я буду делать это всего лишь один раз. Первый раз мои дрожжи активировались, когда они подходили просто в молоке. И второй раз они будут подходить у меня сейчас отдельно в посуде. И третий раз уже отдельно они у меня будут подходить в формах. Этого с головой достаточно. Тесто слегка, абсолютно слегка липнет, практически не липнет. Но оно остается очень таким нежным и мягким. Пахнет сдобой. Кстати, часть сахара замените на ванильный сахар. И ваше тесто будет очень нежным и ароматным. Отправляю тесто в мою посуду. Теперь нужно тесто накрыть сверху. Я буду использовать полиэтиленовый пакет. Слегка его смажу подсолнечным маслом, для того, чтобы он мне потом к тесту не пристал. Буквально капелька. Мне здесь много не нужно, и на тесте оно никак не отразится. Абсолютно. Просто, чтобы наше тесто не заветривалось. И отправляю его подходить в теплое место, минут на 40-1 час. Для того, чтобы наше тесто увеличилось в объеме раза в 2 точно. Я отправлю в духовку разогретую на 40 градусов свое тесто подходить. Тем временем, пока подходит мое тесто, я подготовлю формы. Для форм буду использовать я силиконизированный пергамент. Я всегда ложу внутрь пергамент. Можно, в принципе, использовать сейчас, продаются бумажные формы. Но у меня не очень любят мои, когда нужно отдельно еще с куличей обдирать эту бумагу. Они не очень любят. Любят, чтобы сразу ее уже можно было порезать. Поэтому я использую бумагу при выпечке. Обязательно ложу на низ. И обязательно по сторонам. Если у вас низкая формочка, вы можете так сделать высокую эту бумажечку. И тем самым, допустим, сделать высокий кулич. Если у вас пергамент не силиконизированный, его нужно будет еще смазать подсолнечным маслом. Кисточкой, либо перышком. Кто как делает, кто как любит. У меня мама до сих пор пользуется перышком, хотя у нее есть кисточка. Просто она так любит. И вот такая вот у нас получилась форма. Точно так же поступлю с другими. Мое тесто подошло, но постояло 40 минут. Увеличилось в объеме чуть больше, чем в 2 раза. Я на руку добавляю подсолнечное масло. И растираю его по столу, где буду вымешивать. Тесто очень легкое, воздушное. Нежнейшее абсолютно. Я его обминаю. Сильно не придавливаю, просто обминаю. И сейчас буду вводить в него свои сухофрукты. Класть сухофрукты нужно сразу в середину. Закрываю их тестом, для того, чтобы они у меня не выпадали и не рассыпались по столу. И аккуратно их внутри там разминаю. Вы видите, у меня особо ничего не вываливается. Они просто внутри равномерно расходятся у меня. Опять повторюсь, сильно тесто не давите. Его нужно просто обмять хорошенько. Но прям так, чтобы его вымесить, как пресное тесто, с ним так не нужно. Это нежное, легкое дрожжевое тесто. Оно абсолютно мягусенькое, приятное на ощупь. И я бы сказала, немножечко так плывет, если вы его возьмете на ручку, то оно немножко будет как бы сползать с вашей руки. Оно очень мягкое и нежное. Собственно, такими получатся и наши куличи. Посмотрите, сколько много там внутри получилось сухофруктов. Еще чуть-чуть вымешу и уже можно, в принципе, по формам разбрасывать. Из этого количества у меня получилось три кулича. Одна маленькая формочка и две больших у меня. Намечаю, сколько мне приблизительно нужно теста. Вначале катаю шарик, для того, чтобы сверху потом у меня кулич был красивый. И потом его немножко удлиняю, для того, чтобы он у меня поместился в форму. Заполняю где-то на одну треть. На две трети он у меня минимум подойдет, когда постоит. И потом еще на одну треть он увеличится у меня уже в духовке, мой кулич. Поэтому обязательно рассчитывайте на это, когда будете использовать формы. Плюс-минус я разделю сейчас. И отправлю подходить. Подходить им сейчас нужно будет час. Сверху прикройте их немножечко полотенцем. И пускай они у вас подходят опять-таки в теплом месте. Вот они у меня подошли. Увеличились в два раза. Вы видите, они очень хорошо поднялись. Они сейчас легкие, воздушные. Сверху смазывать их ничем не буду. Абсолютно. И теперь отправляю их в разогретую духовку. 160-180 градусов. Маленький кулич я достала через полчаса. А большие сверху через полчаса накрыла фольгой, для того, чтобы они не пережаривались сверху. Но пропеклись внутри. И оставила еще на 15 минут. И, собственно, получились вот такие вот сверху красивые поджаренные. Но у меня газовая духовка. У кого духовка электрическая, не включайте конвекцию. Она вам здесь не нужна. Хотя, если вы привыкли пользоваться с ней, можно и с ней. Вот такие три красивых больших кулича у меня получилось. Они просто мягусенькие. Вы когда их достаете, очень аккуратно доставайте. Они очень нежные. Когда они хорошо уже остыли, с ними можно работать дальше. Дальше я буду уже взбивать глазурь для украшения. И также хочу из глазури сделать такие некие цветочки. Потому что просто посыпкой пользоваться уже не интересно. У меня здесь один белок от яйца. Я буду использовать одну половинку для белой глазури, которой просто покрою свои куличи. И одну половинку яйца, точнее белка. Я взобью, добавив щепотку соли. И потом буду добавлять сахарную пудру и краситель. И сделаю из этого цветочки. Если учитывать то, что на один белок нам нужно 200 грамм сахарной пудры, то я буду сейчас делать на одну половинку около 100 грамм сахарной пудры. Но опять же ориентируйтесь на консистенцию. Вы могли положить чуть меньше белка, чуть больше белка. Поэтому обязательно ориентируйтесь на консистенцию, которая вам нужна. Я здесь буду делать очень плотную консистенцию. То есть мне нужно будет крутить такие себе цветочки. Поэтому мне нужно довольно плотно. Там, где я взбивала вторую половину белка с сахарной пудрой для покрытия куличей, мне не нужна уже прям такая очень жесткая текстура. Я туда буду использовать всего лишь 80 грамм сахарной пудры. Потому что мне нужно, чтобы глазурь слегка стекала и были красивые потеки на моих куличах. Удобнее всего все же пользоваться миксером. Добавлю сюда слегка пурпурного красителя. Можно добавить в конце немножечко лимонной кислоты, либо лимонного сока. Но обязательно в конце. Иначе станет очень рыхлой наша глазурь. Я уже прям чувствую, какая она стала плотная. Она уже туго сбивается. И вот такая вот она стоячая прям получилась. С венчика она не двигается. Еще чуть-чуть ее взобью. И в принципе можно наполнить уже кондитерский мешок этой глазурью. Я нарезала из пергамента вот такие маленькие штучки. Взяла насадку для роз. Гвоздик. Можно сделать импровизированный гвоздик. Здесь абсолютно не важно. И буду крутить розочку. Почему, если можно крутить розочки крема, никто не крутит их из айсинга? Для куличей. Мне кажется, это очень красиво и нежно. И сюда кручу маленькие розочки. Насадку взяла я довольно маленькую. Можно, конечно, еще маленькую, еще более мелкую насадку взять. Которая идет как бы пряничная считается. Ну, у меня вот такая вот. Я думаю, она мне будет кстати именно на этих куличах. И вот такие вот розочки у меня получатся. Желательно, конечно, их оставить на час, хотя бы на полтора просохнуть. Я еще вот такие вот цветочки сделаю. Но они у меня не успеют досохнуть для моих куличей. Потому что украсить их хочу сейчас. Уже такими цветочками буду украшать дома. Вы видите, я такими волнообразными движениями делаю лепестки. И получатся очень красиво, замысловатые пятилистники у меня. Внутрь можно, не важно, какие бусинки вы туда съедобные положите. Я абсолютно из присыпки, которой буду присыпать свои куличи, просто сверху чуть-чуть присыплю. Вот такой цветочек тоже у меня получится. Вот моя взбитая уже белая глазурь готова. И можно намазывать куличи. Мои любят, чтобы у меня были такие красивые потеки вдоль всего кулича. Это смотрится как-то очень нарядно, что ли. У меня еще не совсем просохли мои цветочки. Вы видите, они еще внизу чуть-чуть липкие. Но они все равно хорошо, быстро сверху схватываются. Буквально минут 15 и они сверху хорошо схватились. То есть аккуратненько их можно поднять. Я же говорю, лучше всего сделать их заранее, они у вас быстренько просохнут. И сверху чуть-чуть просыплю обычной присыпкой. Вот, собственно, вот такие вот куличи получились. Они очень нежные, воздушные, вкусные, сладкие. Обязательно попробуйте. Я уверена, что вы не пожалеете. Если вдруг какие-то остались вопросы или что-то непонятно, задавайте в комментариях. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал и добавляйтесь в группу ВКонтакте. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok